Еще один подарок сделали сегодня сотрудники троллейбусного парка. Они прокатили кировчан в музее. Троллейбусы марки ЗИУ-5 возили по городу пассажиров в 60-х, а 80-е годы были полностью выведены из эксплуатации. Сейчас такие машины и музейные экспонаты. Но одна из них вернулась на улице Кирова, правда, ненадолго. В День Победы в троллейбусе смогут прокатиться по центральным улицам все кировчане. А сегодня подарок опробовали виновники завтрашнего торжества, ветераны Великой Отечественной войны. В полдень на остановке парк Гагарина ажиотаж. Правда, ждали собравшиеся не маршрутный, а прогулочный транспорт. Сотрудники троллейбусного управления сделали своеобразный подарок кировским ветеранам. В начале весны мы решили сделать такой подарок горожанам и выпустить на линию бесплатно вот эту нашу гордость, которую мы любовно восстановили. Николай Михайлович и Эльдар Александрович давние друзья. После войны 50 лет вместе проработали в речном пароходстве. А сегодня также вместе поехали кататься по городу. Поехали в Питер с письмом, с просьбой отправить в Киров не работающие ради троллейбуса. И вот они по этой дороге жизни туда под бомбежками добирались с этим письмом. По словам ветеранов, это не просто троллейбус, а настоящая машина времени. Внутри все осталось таким же, как почти полвека назад. Несмотря на солидный возраст, троллейбус полностью на ходу. А в праздник в нем будет работать даже компостер для билетов. По городу, где я? Я не бываю нигде. Я забыла, где что находится. Первый рейс троллейбуса в День Победы запланирован на 8 утра. Начнет свое курсирование ретро-машина от остановки АвиТек и поедет по центральным улицам Кирова. Проезд для всех бесплатный. Анна Мамаева, Александр Летова, Бюро новостей Дайвича.